друзья день добрый видео посвящено прессу ремонту пресса я расскажу вкратце историю что было потом расскажу как бы какая проблема и все остальное фишка в том что знаете я его ремонтирую здесь канаде и здесь как чтобы заказали чтобы короче он перестал работать но он был гарантийный и они сказали точнее от хозяйка просила пришлите мне новый или как-то просто решите не горят вы старом откусите эту вот шнур сфотографируйте на что вы откусили оставляете его себе мы это гарантия того что вы его выкинули мы вам пришлем новый но вот интересная процедура короче он не греет я еще не добрался что не греет но первое что нужно естественно восстановить питание и вы знаете вот эти вот пластиковые штучки которые вот такие вот хитрые куда вставляется провод и откуда он не вытаскивается знаете я много раз пытался их подобные вынимать они у меня почти всегда ломаются для самых умных которые сейчас напишут что нужно нажать вот здесь вот вот так вот и вынуть ее я вам скажу что на практике это не получается я боюсь сломать эту вот штуковину ну вот либо на воде суд лопнет на этом тоже все закончится и плохо поэтому я принял решение знаете какое вот здесь вот откусить вот так вот кусачками подкусывается кровать и отсюда отсюда вам этот провод вытаскивается вот так вот получается внутри у нас видите он дырочка теперь что нам нужно сделать конечно либо два варианта либо попытаться ровка ну-ка подержи эту штуку так попробуем наверное это не получится да не получится пробуем тогда все-таки стандартный способ который должен быть она должна нажаться и выскочить ура типа получилось не сломалась ну а вы знаете вот стрёмно вот реально стрёмно на . пробуй за моло . там где пластиковую большое спасибо ну видите она даже не хочется вот не хочет вытаскиваться с пустым проводом внутри вот как это сделать с полным вот ломается и все просто знаете по ту сторону экрана всегда есть по ту сторону экрана всегда подобные вещи знаете они кажутся простые кажется да сейчас вот тут чуть-чуть нажми вот так вот и вообще неправильно все делаешь а в реальной жизни она почему-то получается не всегда все так просто но подымайся ладно это мы ладно я с этим разберусь я эту штучку вытащу поставлю потом обратно одену провод и соединю идемте дальше так следующий этап мы соединили провода черный с черным то есть фаза белые это у нас 0 всегда и зеленая эта земля здесь ничего в этом не вопросе меняется у нас фаза будет или черный или красный 0 всегда будет белые в лучшем случае серый и естественно земля у нас будет вот она либо желтый зеленый либо просто зеленые изоленты такие вещи соединять нельзя поскольку недавно сдавал экзамен и один из вопросов экзамена звучит так какой самый быстрый простой способ соединить два проводника это у нас называется moretto либо над то есть как бы это такая же гаечка типа это написано в другом проще написано можно ли соединять провода изолентой но скрутили изоленты категорически запрещено поэтому если какой-то инспектор убит когда-то где-то скрученные провода изоленты сразу понимаешь это русский электрик это все дело делал и автоматически не принимает подобную работу то есть получается человек вообще не в курсе что круче изоленты здесь запрещено вот то есть все должно быть капитально сделано видите закручена и вы знаете вот этим вот уже штукам больше по моему 100 лет их ты и за 100 лет они себя показали идеально ладно начинаем дальше проверять что у нас здесь есть так добрались сняли вот этого штуковина и все отсоединили если бы я знал что нужно будет сюда лезть то конечно бы уж я так предполагаю что проблема в этом терморегуляторе потому что она у нас не видит вообще не включает не зажигает ничего поэтому поскольку все провода сюда приходят вон сюда как бы электричество здесь есть сейчас долезем дальше и рассмотрим благо тут как бы разбирается она просто раз два три он 4 так все на коленках ремонт пошел стали вот такую штуку что нам и и дальше вот значит сейчас главное не порезаться я серьезно такой лимонный который о термопредохранитель добрались здесь здесь вроде бы нет ладно что сейчас снимем я продающе могу снять наверно какие-то сниму короче говоря это как-то вот так я вот не уверен что я потом смогу вот это обратно засунуть и вот это ну что сейчас проверим тестером термопредохранитель и терморегулятор хотя он начал щелкать а до этого не щелкал ладно так ну что друзья вот наш тестер сейчас я одной рукой снимаю одной рукой проверяем вот так вот и все вот и все почему все не работает все очень просто мы добрались сюда и у нас накрылся вот вот ой как его правильно назвать термофьюз так этот у нас этот работает а можете вот давайте проверим сейчас ладно короче я его проверю потом я не могу и снимать и показывать но вы увидели что проблема была в термофьюзе вот это нужно было все вот так вот разобрать чтобы добраться до этого термопредохранителя все ура сделали отлично сейчас мы поменяем на что-то другое потому что наверное у меня такого нет их нужно будет заказать где-нибудь чтобы мне их были в большом количестве практика показывает что тоже третий раз а у меня их все нет и нет об итоге все закончилось видео как делать нельзя естественно моей такую штуку не нашел припаяться я не смог вот сюда потому что у меня паяльник не позволяет мощность припаяться это просто ужас я потратил пять минут я решил просто туда поверх припаять два термопредохранителя потому что здесь у нас 260 я посмотрел на ограничение 260 градусов максимум температура нагрева здесь соответственно я взял два термопредохранителя на 240 потому что у меня там написано 15 ампер у меня были только 10 амперные поэтому вот так и наверное сейчас просто одену термоизоляционную эту вот штуку и приложу вплотную сюда то есть у нас грубо говоря будет где-то тоже там 250 260 градусов все ну почему потому что в термоизоляцию нужно одеть по той простой причине что здесь ну чистая фаза или ноль будет потому что без разницы сейчас я это одену вот так вот запакую и на этом мы как бы остановимся это будет самый лучший вариант который мне кажется можно будет временно придумать я не скажу что это правильно это неправильно так не делается нужно менять эту термо таблетку но у меня ее нет коротить напрямую я не хочу потому что это неправильно поэтому я сделал все же там и только через термо предохранитель на всякий случай вот так все все остальное даже нажмет сوت при более высокой температуре главное что она схватилось все теперь будем собирать это все дело обратно. Ух! Так, друзья, еще естественно, пока, знаете, я просто многие вещи автоматом делаю и не замечаю. Смотрите, у нас здесь 4 тена. Раз, два, три, четыре. Вот. Соответственно, коль уже мы это вскрыли, мы должны все тены проверить на наличие, ну, то есть на обрыв. Все ли, коротнуло ли их или что-нибудь еще. И вот так тены проверяются. Вот сюда подсоединяются и вот сюда подсоединяются. Соответственно, практика показала. Точнее, не практика. Я сейчас не могу показать, но они все показали по 9 Ом. 9 Ом, 9 Ом, 9 Ом. Вот. То есть, соответственно, оно у нас работает и это все хорошо. Ничего не сгорело. Единственная проблема, которая у нас была, у нас была в термопроохранителе. И терморегулятор у нас тоже работает. Все, теперь нужно все это будет обратно собрать. Резиновые уплотнитель я уже поставил обратно. Сейчас это нужно будет только не перепутать. Красиво это все туда поставить. По крайней мере, попытаться. Сейчас попробуем. Я не знаю, что вы там будете видеть, но думаю, что увидите. здесь есть. Это есть. 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 Красная и синяя, раз, два, три, четыре, так, вроде бы все, так, теперь одеваем, раз, одеваем два трубки, раз, трубки, два. Кто не знает, как разбирать, смотрите это видео с конца до начала, перемотайте и все увидите, потому что у меня руки появились, которых до этого не было. Так, теперь это вставим, нужно будет вставить туда. В каком смысле? Ну, в смысле, что ты у меня рядом не стоял. Так, ну, друзья, что? Все, давайте проверяем, подняли, видите, ноль, включили обогрев, и у нас что? Полтора киловатта. Проверяем кнопочку. Вода должна поддаваться. Вот там стоит маленький насосик. Закрываем, она должна отключиться. Все, она сейчас парит. И, если что, она у нас пар не дает. Все, происходит режим утюга. Когда мы нажимаем, вот это вот, выключатель у нас нажимается, закрывается. И, в принципе, все, то есть не поддается в этот момент напряжение. Как только мы обратно поднимаем. У нас все, полтора киловатта. Все, по-моему, она отключилась по температуре, да. Можем добавить. Вот, я делаю этот терморегулятором. Можем убрать. Все, друзья, финита. Осталась финальная часть, как нам нужно это все дело собрать. Ура, работает, все классно. Субтитры подогнал «Симон» Осталось нам, знаете, что сделать? Заменить вот такие добрые винты. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот. Треугольник. Треугольник. Ну, вы знаете, треугольник треугольником, а у меня получилось их открутить. Я тоже умею откручивать. Вот. Вот таким вот этим квадратом. Оно и откручивается, и закручивается. А вот есть у меня битый на треугольник, то то именно реально, ну, как знак Мерседеса. А это именно треугольник. Поэтому такого у меня угольника нет. Ладно, что-то я придумаю. Все, друзья. Спасибо большое, что смотрели. Ремонт был на коленке. В какой-то степени мне он как бы не нужен был, но, тем не менее, он был достаточно интересный. С точки зрения, получится, не получится. Получилось, сделали, заработало, все классно. Все, всем спасибо, Божьи благословения, счастливо и пока.